Александр Михайлович, а вот среди причин, по которым людям разрешено будет подходить на улицу, ну, по крайней мере, я не увидел оплату коммунальных услуг. Ну, оплата коммунальных услуг может производиться, на самом деле, по-разному. Это и режим электронный, безусловно, через телефон, через электронную карту. Для этого надо дойти до какого-то банкомата. Если мы говорим о том, что можно сходить в магазин, и это необходимость, не можно, а нужно сходить в магазин, но близлежащий, а не ходить по всему городу в поисках одной пачки чего-то, или одной буханки хлеба, то, понимаете, и здесь то же самое. Все же должно быть в рамках разумного, скажем так. Близлежащий. Не все готовы платить карты и онлайн. И люди. Значит, те, кто не умеет, у нас есть служба волонтеров, значит, поверьте, мы эту ситуацию решим. Если будем видеть по ходу какие-то там перекосы, мы их поправим оперативно. Но сегодня можно много найти способов оплаты за коммунальные услуги. Кстати говоря, тема чрезвычайно важная. И хотя правительству Российской Федерации большое спасибо, вот подумав, правительству Российской Федерации, подумав и о том, как, ну, облегчить жизнь гражданам в этом плане, убрали все пени и штрафы, связанные с платежами за энергоносители, в том числе за содержание с управляющими компаниями квадратного метра жилья, обслуживание содержания и прочее другое. ТБО, вывоз тоже ни штрафов, ни пени не будет. Ну и сразу, конечно, безусловно, люди все по-разному это восприняли, платежи пошли, что называется, резко вниз. Мы тоже должны понимать, что мы не можем обрушить систему энергетики. Поэтому за потребленные ресурсы мы обязаны платить. Обязаны платить. Даже в ситуации с пандемией. Продолжение следует...